До сих пор Венсполский морг размещался в старых зданиях в курортной зоне города. Помещения были совершенно не приспособлены ни под нужды морга, ни под нужды лаборатории. Мы довольны, что находимся на заключительном этапе обновления общей инфраструктуры больницы. Последнее отделение, которое нам надо было реконструировать и присоединить к единому комплексу на инженеру 60, это патологоанатомическое отделение. Как мы знаем, до сих пор это отделение находилось в здании, которому 110 лет, на улице Патверсме в курортной зоне. Полностью оторвано от больницы. План развития больницы уже 15 лет назад предусматривал то, что это отделение будет находиться в едином комплексе больницы. Патологоанатомическое отделение является важной частью диагностического комплекса больницы. Оторванность отделения от основного комплекса больницы создавала определенные неудобства персоналу. Это мешало всем. Это мешало и нам, это мешало и... не мешало, а не, скажем так, затрудняло жизнь и больницы, и нам. Например, с вопроса доставки материала. Всегда надо было искать человека, который принесет, кто придет за ответами. Ну, в общем-то, отделение должно быть все-таки вместе с больницей на одной территории. Большинство людей, не связанных с медициной, считают, что патологоанатомическое отделение – это только вскрытие умерших. Но это далеко не так. Большая часть рабочей нагрузки врача-патологоанатома приходится на гистологические исследования операционного и биопсийного материалов в целях диагностики заболеваний. В Венсполском патологоанатомическом отделении работают четыре человека – врач, лаборант и два санитара. Анализ делается с помощью современного оборудования. Частично заменена аппаратура и в лаборатории. Конечно, старое здание не было приспособлено к современной работе, и оборудование не соответствовало. В новых помещениях все отвечает современным требованиям – и оснащение, и технологии, и рабочие столы. Здесь все продумано. Здесь все помещения – только то, что именно необходимо для нашей работы. Для каждого действия, для каждого этапа раньше работы есть отдельное помещение в лаборатории, есть место, где хранить отдельно и документацию, и наш материал, и наши реагенты, которыми мы пользуемся во время работы. Так что здесь все необходимое есть. Морг в Венсполсе теперь, как говорится, как в кино. Помещения светлые, чистые, имеются специальные холодильные камеры, прекрасные рабочие столы, залы оборудованы компьютерной системой. Там есть очень мощная вентиляция, которая забирает все эти ароматы и с секционного стола, и с зала. И теперь мы сможем чаще, может быть, видеться с нашими клиницистами, если есть необходимость встретиться на вскрытии. Заведующее отделение подчеркивает, что в новых помещениях приятнее будет находиться и тем, кто приходит сюда вынужденно вследствие смерти близкого человека. Старые помещения были настолько старые, настолько, ну, даже где-то разрушенные, настолько пропитанные вот всей этой негативной информацией в моральном и физическом смысле, да, что здесь они могут прийти в нормальные светлые помещения, с ними можно поговорить, показать место, куда они могут прийти попрощаться со своим близким, умершим человеком. И это все будет, в общем-то, ну, цивильных, ну, скажем, не травмирует, как любят выражаться, да, не травмирует человеческую психику. Помещения оборудованы специальными шкафами для хранения материала, есть отдельный кабинет для хранения реагентов, комната для санитаров, душевая, кухня. Раньше работники отделения были лишены всех этих благ цивилизации. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулагин, Курзамское телевидение.